Это книга о жизненном пути человека, родившегося в Ингушском селе, пережившего сталинскую ссылку и прошедшего путь. От выпускника Тимирядевской сельскохозяйственной академии до директора совхоза, секретаря обкома КБСС, председателя Совета Министра Течено-Ингушской ССР, члена Совета Федерации России и, наконец, генерал-полковника таможенной службы Сергея Мажетовича Бекова. Идея написания книги пришла политологу Абдул-Азизу Гендееву еще в 1988 году, после своего знакомства с Сергеем Бековым. Тогда-то он и начал собирать материал, который лег в основу произведения. Он рассказывает о первых днях, о первых годах, вернее, высылке, когда они с матерью оказались вдвоем в чужой семье. Через три года лечился, к сожалению, своей матери и напутственные слова, которые дала мать, не воровать, не делать ничего плохого, а стать настоящим, полезным для общества человеком. Вот эти слова он пронес через всю свою жизнь. Известный своими исследованиями по истории Ингушской автономной области 20-30-х годов политолог Абдул-Азиз Гендеев написал десятки книг и статей. Однако пройденный путь – первая работа, посвященная общественному деятелю. Несмотря на то, что о жизненном пути Сергея Бекова в народе хорошо знают, книга о нем открывает новые страницы в его жизни, поскольку он принимал активное участие в написании произведения. Работа Абдул-Азиза наполнена размышлениями самого Сергея о жизни и о людях, которые его окружали, а также содержит неопубликованные ранее документы. Здесь уже идет больше описание жизни, деятельности человека, действительно политика и государственные деятели высокого уровня, я сказал, общероссийского масштаба, поэтому здесь стиль другой нужен. Поэтому я привык как-то к стилю Азиза Гендеева. По прежним книгам это 20-30-й год, это Илья Зядзикова, это Олега Арчханова, это город Рженикидз, Ладий Кавказ, Ингурская Катурная область и так далее. А здесь другая категория, другой поток. Самого героя книги на презентации нет, однако говорят о нем как из первых уст. На долю Сергея Бекова выпали тяжелые испытания жизни, не только в Афганистане, но и на малой родине. В годы перестройки и подъема национального движения он оказался секретарем обкома партии. И последним председателем совета министров, распадающейся члены Ингушетии. Большой вклад Сергей Мажитович внес и в дело образования республики, в становление ее на всех этапах, когда выступал в качестве сенатора от Ингушетии. Тираж книги составляет полторы тысячи экземпляров, однако сам автор признается, далеко не все, что ему хотелось рассказать об этом выдающемся человеке, удалось выразить в одной книге. Поэтому сейчас Абдул Азиз работает над следующей. В этой книге нет практически ничего, что сделано им лично. О его личных заслугах там практически ничего не сказано. А есть моменты, где благодаря его личной заслуге многие люди, судьба многих людей благополучно разрешалась. Вот об этих моментах его жизни мне хочется сказать. Уже после презентации студенты университета смогли взять автографы известного писателя. Для всех желающих книга доступна в научной библиотеке НГУ, а совсем скоро поступит в продажу. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.